Открывается Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, мои хорошие! Знаете, мне тут в руки попалась книга с одной, на первый взгляд, очень простой историей. Но это только на первый взгляд, поскольку именно такие истории помогают о многом задуматься, на многое посмотреть другими глазами. Вот послушайте ее, пожалуйста. Итак, я начинаю. Одного станционного смотрителя отправили служить на далекую маленькую станцию. Солдат его величества отважен был и смел. Солдат его величества без дела не сидел. Поезда там останавливались редко, и особой работы у смотрителя не было. О, ты смотри, опять она тут. Ах, и точно по расписанию. И дать милостыню просить, надо ей подать. Здравствуйте, уважаемая! Здравствуйте, мир человек! Встречаете кого? Да, встречаю. Хорошо. Кого, если не секрет? Да какой же секрет? Встречаю, кого пошлет мне Господь. Кого пошлет Господь? Да, добрый человек. Да я каждый день сюда прихожу. Ну да. Побледить нет ли, как он бедного путника, который нуждается в ночлеге, да в хлебе. Так а на что ж тебе такой путник-то? Так как ж на что? Отвезти домой, хлебушком накормить, на ночлег устроить. Ведь таких путников нам сам Господь посылает. Да, удивительно. Да что ж ты удивительного-то? А мы разве не гостим у Господа каждый день нашей жизни? Разве он не принимает нас, как желанных гостей? Ведь он относится к нам, как к бедным путникам. Ну, помоги тебе Господь. С тех пор смотритель всегда раскланивался с этой женщиной с особым почтением. Все время, пока служил на этой станции. Вот такая, на первый взгляд, простая, но правда удивительная история, друзья мои. Мне кажется, нам есть чему тут учиться. Нам стоит почаще вспоминать, что и мир этот, и мы сами существуем лишь по милости Божьей, что без его заботы и любви и солнце бы давно померкло. И если мы будем помнить об этом, то день ото дня будем становиться милосерднее, благодарнее. А ведь это верные шаги к познанию искренней, настоящей любви, которую нам всем и заповедал Господь, для которой мы с вами и созданы. До новых встреч, мои хорошие! Ангела вам всем, Хранителя!